В январе 2020 года Путин заявил о необходимости внесения многочисленных изменений в основной закон России. Внимательные наблюдатели уже тогда пришли к выводу, что поправки – это дымовая завеса, а реальная цель изменения Конституции – пожизненное сохранение Путина власти. По сути, это провозглашение Путина пожизненным правителям и резкое увеличение его полномочий. Причем делается это под видом, наоборот, как бы передачи ряда полномочий другим институтам, парламенту, Совету Федерации, Совету Безопасности. Все это отвлекающие маневры, он решил остаться президентом. В марте Путин раскрыл истинную цель изменения основного закона страны. Это возможность персонально для него оставаться у власти до 2036 года, то есть до своего 84-летия. Именно по моей инициативе, как вы знаете, началось широкое обсуждение возможных изменений в основной закон страны. Второе предложение. По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. За 20 лет своего нахождения у власти Владимир Путин неоднократно заявлял, что является твердым противником изменения Конституции России. Путин говорил о том, что редактирование основного закона страны под конкретного политика может привести к дестабилизации и внутренним политическим конфликтам. Все, что мы добились за эти годы, было сделано на основе Конституции. Ревизия ее норм, продиктованная политической конъюнктурой, прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти, опасным государственным конфликтам. Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Ни в коем случае не позволяем ее менять по вкусу всех людей, которые в данный момент оказались в власти. И мне нужно очень бережно, повторяю, относиться к категорически к ее изменению. Сам процесс начала изменения Конституции – это уже какой-то элемент дестабилизации. Дают оскорбительный, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народосовета поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. Изменение Конституции под конкретного человека, даже если этому человеку я, безусловно, доверяю, я считаю некорректным. Размывание, расшатывание основного закона, безусловно, означает придти еще к размыванию и подшатыванию самого государства. Основной закон должен быть стабильным, в его стабильности значительная часть стабильности самого государства. Я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Обнуление сроков действующего президента означает, что в отношении Владимира Путина не будет действовать 3 пункт 81 статьи основного закона. Предоставление возможности персонально Путину участвовать в выборах президента в третий и четвертый раз подряд вступает в прямое противоречие с принципами равенства перед законом, равенства прав и свобод, с принципом сменяемости власти, а также со здравым смыслом и чувством справедливости. Гарант Конституции вдруг сообщает, что он не собирается исполнять норму, которая является одним из важнейших ограничений его полномочий, его власти. Просто не собирается. Фактически сложился уже вполне авторитарный режим, да, это так. Но с тем большей серьезностью мы относились к оставшимся сдержкам. Вот это была последняя сдержка, последний ограничитель. Десятки социальных поправок про защиту материнства и детства, защиту прав человека труда, гарантии адресной социальной поддержки и тому подобное – это прикрытие одной главной для Кремля поправки – об обнулении сроков президента Владимира Путина. Поэтому и голосование по поправкам пройдет пакетом. В стране давно произошла узурпация власти в том самом смысле, в котором это предусматривает Конституция, незаконный захват власти. Речь идет о попытке легитимации захвата, предания некого квази-юридического обоснования а вот этому захвату власти и этому насилию – это абсолютно не нужно, кроме одного. Пусть все будут повязаны в этом безобразии. Изменение Конституции и обнуление путинских сроков ведет Россию по пути дальнейшего ужесточения авторитарного режима. Нахождение Путина власти до 2036 года неминуемо приведет к дальнейшему снижению рейтинга доверия президента и к тому, что удержание власти можно будет обеспечить только при помощи арестов оппозиционеров и все большего контроля над бизнесом, СМИ и интернетом. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Редактор субтитров А.Семкин